Развитие внутреннего туризма с Иркутской областью, IT-технологий – это Новосибирская область. С Оренбургской областью – увеличение торгового оборота продовольственной группы товаров. Хотя базовый документ во всех трёх случаях идентичен, у каждого субъекта намечается сотрудничество в определённых сферах. Во второй день Санкт-Петербургского экономического форума губернатор Севастополя Сергей Миняйло подписал три межрегиональных соглашения. Соглашения такие нужны. Это межрегиональные соглашения. Часть из них этих соглашений, вообще их мы уже подписали 31, часть из них – это рамочные соглашения, которые были подписаны в 2014-2015 год. С некоторыми регионами, в том числе с которыми сегодня, вчера и сегодня были подписаны соглашения, они уже выходят за рамочные и более конкретные сферы. Это, допустим, мы подписались Новосибирской областью. Она сегодня словно своими научными разработками, сегодня на деловом завтраке об этом было сказано. О том, что там Наукоград и вообще довольно серьёзные разработки в области науки, в том числе и эти технологии. Эти вопросы мы обговорили, нам это сегодня интересно. Чем больше мы будем привлекать регионов, регионы, тем больше шансов у нас на то, что пойдёт ускоренный процесс развития. Мы же привлекаем не только органы власти, но и бизнес в том числе. У нас есть свободная эконом-зона, у нас есть созданные особые условия, у нас есть историческая составляющая. И это сегодня интересно. Глава Иркутской области Сергей Левченко считает, что регионы могли бы дополнять друг друга в промышленной сфере. Но акцент делает на культурном обмене и военно-патриотическом воспитании. Было бы правильно, если бы наши молодые люди, молодое поколение имели возможность приезжать и проводить там какое-то время, побывать на тех местах славы нашей общероссийской, нашего государства, для того, чтобы они могли проникнуться духом патриотизма, которого, на мой взгляд, всего сегодняшнего подрастающего поколения пока не хватает. А Севастополь весь пронизан этой славой, этим патриотизмом, этим настроением. Это, может быть, большее значение будет иметь, чем даже промышленное сотрудничество. У Оренбургской области и Севастополя давняя связь. Вот уже 10 лет регион шествует над большим десантным кораблём Черноморского флота «Орск». Подшефный корабль более 10 лет. И мы уже общаемся, он есть о чём. И в этом году даже в области культуры наш театр музыкальной комедии будет в Крыму и обязательно будет в Севастополе. Если говорить о том вот кризисе, который был с энергообеспечением, то «Уралэлектросетьстрой», которая работала в Крыму и лишь основные работы сделала, это Оренбургская организация. Мы рядом. А уж Севастополь мы никогда не забудем, не бросим. Регионы намерены не соперничать, а поддерживать связь в новых экономических реальностях. Сильной стороной Новосибирска его глава назвал науку и предложил наработки использовать в Севастополе. Я, во-первых, высоко ценю вот такие сам факт подписания соглашения. Пусть они рамочные, вроде они не носят конкретный характер, что сегодня-завтра сделать, но, по крайней мере, они явно выражают политическую волю руководителя региона по взаимодействию, по организации сотрудничества. Я считаю, что это всегда такой импульс бизнеса, обществу, всем активным таким формированием для того надежнее входить в этот регион, с которым подписано соглашение, поскольку наша воля, вот как руководители, изложена. Сергей Миняйло отметил, участие Севастополя в международных экономических форумах дает возможность станционному Севастополю напрямую пообщаться с потенциальными зарубежными инвесторами. Провели переговоры не только официальные, но и неофициальные со многими делегациями, как региональными делегациями, так и нашими иностранными партнерами, в частности, с Китаем, вот до подписания соглашений с немецкой стороной. С китайскими партнерами эти переговоры были уже более конкретные с точки зрения условий и возможностей работы на наших территориях. Ну а с другими, это уже общие такие переговоры, наши партнеры, в том числе иностранные, проявляют заинтересованность. Получили предложение следующее, что, допустим, открыть фирменные магазины или торговые дома у нас в регионе. Мы их, конечно, рассматриваем пока, то есть решение пока не принято по этому вопросу. Мы рассматриваем условия, на которых они хотят входить, и те условия, которые мы предлагаем. Севастополь, в свою очередь, предлагает регионам свои инвестиционные площадки, а их на сегодняшний день сформировано 25 – винодельческую продукцию и технологии. Для дальнейшего продвижения Севастополя город намерен более расширенно участвовать в экономических форумах – в Сочинском и на Дальневосточном. Арсений Ковалевский, Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.